В библиотеке школы собрались ученики старших классов. Они с вниманием слушали гостя, который поведал ребятам свою историю службы, презентовал и подарил школе свою новую книгу. И вот подготовил эту книгу «Пограничные права России. История возникновения и развития». 974 страницы этой книги с фотографиями, иллюстрациями, в том числе здесь и рядовой Хлифтов Юрий Николаевич. Юрий Хлифтов, один из героев книги Алексея Стефанова, учился в 40-й школе до 8-го класса. За дальнейшим образованием он отправился в ПТУ, а затем уже в армию в пограничные войска в Афганистан. Юрий Хлифтов погиб при исполнении боевой задачи. Ему было 19 лет. Он посмертно награжден орденом Красной Звезды. Судьбу многих из таких героев Алексей Стефанов не только описал в книгах, но и облег в стихотворную форму. «Так погиб Боин с Рязани и молодые парни с разных областей, сражавшиеся на далекой заставе ради сегодняшних счастливых дней». Ученики школы, затаив дыхание, слушали стихи Алексея Стефанова. А сам он считает, что просто говорить неинтересно. Лучше выразить свои мысли в стихах. Так они часто бывают понятнее. «Да, это интересует, потому что как бы мы замовели к отечественной войне, об этом мы как бы даже не затрагивали эту тему. Тут вдруг такая возможность и очень прям душевная». «Это прежде всего патриотическое воспитание для нас, молодого поколения. Это действительно очень важно. И побольше бы действительно таких уроков». В сороковой школе очень хорошо развитое патриотическое воспитание. Помимо классных часов, посвященных ветеранам и уроков мужества, здесь проходят различные спортивные соревнования, приуроченные к праздникам. Например, к 23 февраля. И это далеко не все. «Конечно, поздравления ветеранов. Тем, которым сейчас сложно добираться до нас. На дому у нас у каждого класса закреплен свой ветеран. Они обязательно ходят и поздравляют их. Понимаете, это когда говорят, что никто не забыт, что никто не забыт, это лозунг. А когда к тебе приходят дети, ты с ними общаешься, это совершенно иное. И для детей здесь». Алексей Стефанов уже не первый раз посещает эту школу. За его спиной 82 заведения Рязанской области. Среди них 62 школы города. Выступая перед ребятами, он говорит, что решил заняться написанием книг, чтобы что-то оставить после себя, потому что считает, что каждый человек должен нести свой вклад в этот мир. Он написал уже 8 книг и в ближайшее время планирует продолжить свою деятельность.